Выпуск. Учебный год может затянуться до яного дня. Министерство образования разработало детальный план мероприятий в системе обучения. И продление учебного года не единственное, что ждет школы. Перемены коснутся всех ступеней. От дошкольного образования до высшего. Но наибольшее внимание на встречи с журналистами министра Роберт Тидлыс уделил все же вопросам средней школы. Все подробности в репортаже Татьяны Коваленко. Реформы, затеянные Робертом Тидлысом, поражают своим размахом и серьезностью, на которые не решался, пожалуй, ни один из его предшественников. Излагая план действий с журналистом, глава Минобразования больше походил даже не на чиновника, а на преподавателя, разжевывающего по пунктам учебный материал студентам. Но взять, к примеру, идею об образовании как системы развития способностей. Все дети талантливы, убежден Тидлыс. Только у каждого свой путь развития. Ну, говорим про чай индустриальному образовательной системе, где все сидели в партах и учили одно и то же. И, ну, там, ну, шли под одной меркой, там, и так далее. К системе, где мы следим за каждым, и, наверное, предлагаем разные программы развития. Министр предлагает отказаться от ежедневной дотошной проверки знаний учащихся, а больше следить за общим прогрессом развития детей. Сделать подход обучения более индивидуальным, ведя для этого в латвийских школах должность помощника учителя. Все это, естественно, потребует больших средств. А вот для этого Минобразование и озаботился созданием ваучерной системы. Попросту говоря, дать школам больше независимости в использовании и распределении финансирования. Сейчас на каждого ученика в год тратится до 1600 латов. А из пункта о разумном расходовании средств вытекает еще одна идея. Директор как менеджер своего учреждения, избираемый на 5 лет, но не более чем на 2 срока, начиная с сентября 2013 года. Если такую систему создаем, мы создаем тоже перспективу для учителей. Если вы работаете как учитель в одной школе, у нас система, в принципе, в многих местах директор не чем. Или почти вечером. У учителя нет одного варианта карьеры – стать директором. Затронули министерские планы и спорный вопрос школьного обучения с 6 лет. Правительство готово выделить финансирование на новую программу с 2013 года. Но Роберт Скилес считает, что решение вопроса должно быть максимально гибким. Мы не говорим, что всем надо, но мы из-за того, что были программные различия, что есть те, которые начинают чести как с первого класса, не то, что они идут в первый класс просто 6 лет, они начинают 6 лет с первого класса, а есть, которые начинают 7 лет. Обучение в средней школе по-прежнему будет длиться 12 лет. Сокращение невозможно, развеял министр надежды тех, кто ратовал за 11-летку. Евросоюз нам такого не позволит, подвел черту Роберт Скилес. Латвийские школьники и так учатся меньше своих зарубежных сверстников. У нас учебный год 169 дней, в других странах, как правило, 184. Поэтому-то наши учащиеся и устают больше. Процесс обучения слишком интенсивный, а значит, страдает и качество знаний. Предложение министра удлинить учебный год, скажем, до Лига. К таким изменениям министр готов хоть со следующего года, но последнее слово всегда будет за общественностью. Татьяна Коваленко, Спартак Лукашевич, Первый Балтийский канал. Сегодня в Риге состоялся конгресс партии реформ Шлессерса ЛПП-ЛЦ, на котором его лидер Айнер Шлессерс.